Мода явление цикличное. Одни вещи выходят из моды, другие возвращаются. И в 2024 году есть ряд устаревших вещей, которые вновь завоевывают наши сердца. Некоторые из таких уже можно считать классикой, например, белая футболка, бежевый тренч или куртка-косуха. Но есть и те, которые стали настоящим ретро-прорывом. Всем привет! Я Лоскотова Мария, основатель бренда одежды Виавиль. Сегодня в ролике я расскажу и покажу вам 15 вещей, которые совершили камбэк из 70-х, 80-х и 90-х. И стали супер популярными на сегодняшний день. Оставайтесь со мной до конца, не переключайтесь и не забывайте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, ну и, конечно же, поддержать меня лайком. Все эти действия очень сильно влияют на алгоритмы YouTube и вдохновляют меня на новые выпуски. Первая вещь, которая на сегодняшний день очень популярна своими корнями, родом из 80-х и 90-х. Это футболка со всевозможными логотипами групп. Причем чаще всего это пролога именно рок-групп. Эпоха 80-х и 90-х была золотым веком рок-музыки, панка и гранжа. Такие группы, как Nirvana, Metallica, Guns and Roses и ACDC стали иконами и воплощением бунта свободы музыкальной индустрии. И их эмблемы и логотипы стали неотъемлемой частью стиля и самовыражения их фанатов. А впоследствии и не только фанатов, а просто обычных людей. И даже иногда тех, кто вообще никак не связан с этой эпохой и с той музыкой. А все потому, что дизайнеры по всему миру вдохновляются различными эпохами, в этом конкретном случае 80-ми и 90-ми, и включают такие футболки в свои коллекции, комбинируя с классическими элементами стиля и экспериментируя с формой и фасонами. Футболки с логотипами групп прекрасно сочетаются с джинсами, юбками, кожаными куртками, рубашками, жакетами, добавляя в образ такой легкой небрежности и индивидуальности. Они стали своеобразным символом бунтарства и свободы, что придает им особый шарм и привлекательность. Второе место занимает джинсы клеш. Джинсы клеш вернулись в моду из эпохи 70-х и сейчас очень популярны. Экстравагантные, броские и при этом стильные. Такие джинсы способны стать самой яркой и стилеобразующей вещью в образе. Одной из главных причин их грандиозного возвращения – это их способность подчеркнуть женственность. А как я уже не раз говорила, что женственные формы сейчас на пике популярности. Мешковатая, слишком оверсайзная одежда уже многим надоела, и ее хотят заменить на притальные силуэты. Не знаю, конечно, насколько это возможно, но пока борьба идет достаточно активная. Джинсы клеш создают классный стилистический баланс в аутфите. Фасон клеш делает образ более изящным, а до ним все так же добавляет нотку расслабленности. Тем самым образы с такими джинсами получаются всегда стильными, гармоничными и изящными, и даже сексуальными, но в то же время такими непринужденными и расслабленными. Это модель, хорошащая тем, что можно подобрать вариант для любого типа фигуры. На высоких и стройных идеально будут смотреться модели с клешем от колена. Невысокие и стройные женщины также могут выбирать такой вариант, но носить лучше такие джинсы, будь с обувью на каблуке. И лучше отдать предпочтение высокой посадке, это визуально удлинит ноги. Джинсы с клешем от колена плотно обтягивают бедра, поэтому если эта область не является выигрышной, лучше отдать предпочтение моделям с клешем от бедра. Джинсы клеш отлично сочетаются с различными верхами и аксессуарами, позволяя создавать разнообразные образы в зависимости от ситуации и настроения. Они могут быть уместны как на повседневных прогулках, так и на более формальных мероприятиях, если добавить каблук и более торжественный верх. Еще одна вещь из Денима, которая также совершила свой модный камбэк, но только уже из 90-х, даже, наверное, ближе к концу 90-х и началу нулевых. Начало нулевых. Это джинсы с низкой посадкой. Я как-то в одном из роликов уже говорила свое отношение к такой модели джинсов, и в принципе оно не изменилось. Я считаю, что они очень сильно коверкают пропорции фигуры и совершенно не корректируют какие-то погрешности, и абсолютно не подчеркивают ее достоинства. Особенно после того, как ты уже много лет носишь джинсы с высокой посадкой, знаешь, как умело они справляются с этими задачами. Но мое мнение, это лишь мое мнение. Джинсы с низкой посадкой продолжают набирать новую волну популярности, активно встречаются среди модниц, стритстайла, звезд и инфлюенсеров. Носить такие джинсы можно с любым верхом, но важно помнить главное. Если вы не обладаете идеальным плоским животом, показывать я бы его, конечно, не рекомендовала. Лучше наденьте тогда более удлиненный верх, тем самым прикрыв несовершенные зоны. Кстати, небольшой офтоп с джинсами с высокой посадкой и не идеальным животом вполне можно носить даже кроп-топы, так как оголенной остается зона, которая даже у женщин с небольшим лишним весом часто выглядит вполне себе собрано. И еще один момент. Современные джинсы с низкой посадкой трансформировались с течением времени, и они стали более широкими, свободными и из плотного денима, который держит форму и не имеет в составе либо по минимуму стретчевые нитки. Поэтому достать полок джинсы из тех времен, надеть их и быть такой самой модной не получится, так как они раньше были в основном более облегающего кроя, и на данный момент времени они видоизменились. Кстати, в этом примере еще есть проблема с длиной. Помните, если надеваете джинсы или брюки клеш, чтобы ноги не выглядели как копыта, не забывайте, что они должны быть 2 или 3 сантиметра от пола максимум. Четвертой вещью будет тоже вещь родом из той же эпохи, что и джинсы с низкой посадкой, это косынка, ну или бандана. Я не могу, конечно, сказать, что она прям с концами куда-то исчезала из мира мода, но все же пик популярности сейчас достаточно высок. Их носили в своих фильмах еще совсем юные сестры Олсен. В них зажигали бойкие девушки из TLC и вообще примерно все певцы и певицы того времени. Как мне кажется, это один из самых универсальных аксессуаров. Вы только посмотрите, сколькими способами можно ее носить. И она очень по-разному и при этом круто смотрится, если, конечно, уметь вписывать ее в образы. Я вот только не люблю подвязывать под подбородком и чтобы сзади был свободный край. Но это на самом деле не важно. Если вам идет и вам так нравится, пожалуйста, это тоже классная стилевая вариация. Все остальные варианты для меня, например, очень классные и стильные. А модники стритстайла настойчиво рекомендуют носить ее точно так же, как в свое время делали Кристина Агилера и Бритни. Сочетаясь с круптопами, спортивными костюмами и очками с цветными линзами. Это, конечно, для очень смелых. Для какой-то вечеринки, может быть, в тематике 90-х и нулевых, да, очень крутой образ. Но в последних образах лучше миксовать бандану с чем-то более спокойным и лаконичным. Весь акцент она возьмет на себя. Также ее преимущество заключается еще в том, что неважно, во что вы одеты, в платье, юбку с блузкой, джинсы и футболку, комбинезон или шорту с топом, в бандане всегда найдется место в большинстве ваших образов. Так, давайте быстренько сейчас проверим подписку на мой канал и поедем дальше. Если вы еще не подписаны, прямо сейчас нажимайте на кнопочку подписаться и колокольчик, и тогда все новые ролики вы будете видеть первыми. Пятая вещь, которая вернулась к нам из прошлого и дико популярна на сегодняшний день, это куртка-бомбер. Вообще, куртка появилась гораздо раньше, чем в 70-е. Их изначально придумали для пилотов как верхнюю одежду для защиты от холода и непогоды. В начале 20-го века самолеты были открытыми и плохо герметизированными. Именно поэтому классический бомбер короткий, чтобы ничего не мешало маневренности во время полета. Их шили из кожи, а позже хлопковыми и нейлоновыми. Одна из самых знаковых моделей уже узнаваемая зеленая куртка с оранжевой подкладкой. Такие, кстати, выпускают до сих пор. Это было придумано на случай чрезвычайных ситуаций, чтобы пилот мог вывернуть бомбер наизнанку и стать более видимым для спасательной команды. А вот уже в 60-е и 70-е годы в мире начали появляться субкультурные движения, куда очень гармонично вписался бомбер как часть узнаваемой униформы. Далее уже именитые дизайнеры, вдохновившись этим, начинают включать бомберы в свои коллекции, стилизуя их абсолютно по-разному. От классических образов до более спортивных. Бомбер – вещь максимально универсальная. Это является, конечно же, его огромным плюсом. Круто сочетается в аутфитах как с джинсами и брюками, так и с платьями и юбками. Шестой вещь, которая вернулась в ряды трендов – это чокер. Чокер – это разновидность ожерелья, вплотную обхватывающую шею. Чокеры появились во времена Французской революции, когда женщины начали носить их в качестве символа солидарности с погибшими на эшафоте. Позже, в конце 19 века, этот аксессуар стал популярным среди более благополучных слоев населения, которые носили чокеры из шелка или даже с бриллиантами. Но настоящую популярность чокеры получили в 80-90-х годах, когда такие знаменитости, как Мадонна или Кортни Лав, начали носить этот аксессуар на сцене и в повседневной жизни. Чокеры стали символом рок-н-ролла, панка и гранжа, а также отличным способом выразить свою индивидуальность. Сегодня чокеры вернулись. Они выпускаются в самых разных вариациях. От классических черных, гладких и тексильных до экстравагантных моделей с камнями, цепями, бусинами или крупными цветами. Это, кстати, сейчас самый-самый такой тренд. Это крупный такой объемный цветок на шее. А также особой популярностью сейчас пользуются сверкающие чокеры из множества камней. И, конечно же, куда без них чокеры из жемчуга. Особенно, если они еще и многоуровневые. Чокер можно сочетать с различными стилями одежды. Он выглядит элегантно и изысканно с вечерним платьем или брючным костюмом, придавая образу изюминку и такой особый шар. С другой стороны, чокеры из кожи и металла отлично дополняют гранжевый стиль и создают эффектный образ. А также они уместны в повседневных образах в стиле casual. Придают градуса простым лаконичным базовым аутфитам. Седьмая вещь, которая также пользуется огромной популярностью на сегодняшний день – это рубашка в клетку. Точнее, трендом является вообще в принципе клетка, но поговорить я сегодня хочу о рубашке. В мире моды все старое вновь становится новым, и рубашка в клетку не исключение. Популярный тренд 90-х снова вернулся. В 90-е рубашка в клетку была практически у каждой и олицетворяла уличную моду. Изначально она пользовалась популярностью у мужчин, а затем успешно перекочевала в женский гардероб. Клетка символизировала в некоторой степени свободу и безграничность в стиле. И одним из главных преимуществ такой рубашки является ее универсальность и многофункциональность. Она может существовать как самостоятельный предмет гардероба, так и как один из слоев в многослойном образе. А также может стать акцентным аксессуаром, если использовать такой стилистический прием, как повязать, например, ее на бедра. В этом сезоне огромной популярностью пользуются интересные рубашки, например, сшитые в технике патчворк или дополненные каким-нибудь необычным валаном. Они классно смотрятся в аутфитах, делая их разнообразными и особенными. Так, едем с вами дальше. И восьмой вещью, которая стала очень популярной в 2023 году, это ретро кеды. Ох, сколько же их было на улицах в теплый сезон. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам это возвращение. Лично мне не все такие кеды нравятся. Я говорила об этом в одном из роликов про тренды, которые я никогда не надену. Кеды на желтой каучуковой подошве мне прям не заходят совсем. Как-то они выглядят неряшливо, что ли. Но я сейчас не об этом. Такие кеды просто взорвали модный олимп и пока, к сожалению или к счастью, не собирается уступать своей позиции. Их вписывали в образы абсолютно в разной стилистике и с брючными костюмами, и с платьями, и с джинсами, и с жакетами и пиджаками. Это придавало образу такую модную нотку. Их популярностью можно объяснить, наверное, еще и тем, что все большим спросом в настоящее время пользуется весь винтаж. Это вещи, аксессуары, сумки и прочее. А также тем, что дизайнеры очень часто вдохновляются какими-то эпохами, какими-то громкими событиями из прошлого. Эпоха 80-х, откуда родом эти кеды, она достаточно значимая в истории. Поэтому, наверное, этот тренд сейчас просто пулей залетел в мир моды. И отступать пока точно не собирается. Девятая вещь, которая вернулась в моду из 80-х, это, конечно же, боди. Боди – это базовый универсальный предмет гардероба. При этом он совсем не привязан к сезонам и дресс-коду. Сегодня эта вещь уместна в повседневной жизни и в вечерних образах. Ну, а чем проще вещь, тем больше вариантов, как ее можно стилизовать. И это является одним из огромных плюсов этой сексуальной и классной такой вещицы. Прародителем современного боди является спортивное трико или леотард. Это такая обтягивающая одежда, закрывающая туловище, но без застежки в области паха. Назван он был в честь французского воздушного гимнаста Жюля Леотара, выступавшего в 19 веке. Тогда подобная одежда была исключительно униформой для артистов цирка, силачей и акробатов. Но в 20 веке боди и леотарды стали использоваться и в балете, причем не только для репетиций, но и на основные выходы. Затем его модифицировали, добавив рукава, воротники, стойки и даже декольте. Боди задумывалась как простая и в то же время модная вещь, которую женщине было легко интегрировать в свой гардероб. Собственно, так оно и получилось. В 80-х боди набирали свою популярность. Помните эти образы девушек, занимающихся аэробикой в цветных купальниках? Но потом этот тренд немножко затих. И вот уже несколько сезонов подряд практически в каждом бренде мы видим этот женственный и классный предмет одежды. Они бывают как простые и лаконичные, так и более вечерные и экстравагантные. Супер трендовой моделью является боди с всевозможными вырезами, с прозрачными вставками, а также со спущенной линией плеч. Боди достаточно универсальная и удобная одежда, если заправить его в брюки или юбку. 100% ничего не вылезет, не сомнется и на брюках и юбке не будет видно этих предательских некрасивых заломов от вещей, которые мы заправляем внутрь. Это очень и очень удобно. Боди нейтрального цвета спокойно может стать базой в вашем гардеробе и выполнять функцию первого слоя. Например, его можно носить под жакет, под рубашку или под кардиган, в принципе, заменив практически любой топ. 10-й вещь, которая совершила камбэк из прошлого и на данный момент является прямо на самой вершине модного олимпа. Это жакеты и пиджаки с объемными плечами, с угловатыми, острыми или с более округлыми. Вот уже не первый сезон даже самые равнодушные к моде не могли не заметить обосновавшиеся на подиумах тренд на широкую линию плеч. Эстетика 80-х так и продолжает вдохновлять дизайнеров, в том числе и меня, конечно же. Широкие массивные плечи, угловатые, я бы даже сказала, притальный силуэт, все это делает образ более женственным и сексуальным. Еще раз повторюсь, от гипер-эверсайза многие устали и хочется показать женственную фигуру в лучшем свете. Вот такие жакеты с акцентами плечами и ярко выраженной талией отлично справляются с этой задачей. Примеры с подиумов, как обычно, немного утрированы, но это нормально. Я уже говорила в одном из своих роликов, почему так происходит и для чего это нужно. Такие жакеты можно использовать в повседневных образах и в стиле кэжуал. А также они очень круто и уместно будут смотреться на каких-то более торжественных мероприятиях. Но как бы ни пытались некоторые дизайнеры сменить диверсайз на более облегающие силуэты, все равно он есть и, безусловно, окончательно никуда не денется. И здесь явным примером становятся пиджаки и пальто-пиджак также с массивными плечами, но не такими угловатыми, а как бы более округлыми. Такие вещи в основном имеют прямой крой и покатую широкую линию плеч. Их зачастую называют пиджак с мужского плеча. Несмотря на то, что такие жакеты-пиджаки громоздкие, с ними можно создать женственный образ, использовав при этом более облегающий первый слой. Например, надев под него, кстати, боди, о котором мы говорили выше, или кроп-топ в сочетании с юбкой, или какое-нибудь лаконичное платье-комбинацию. Так, ну что ж, одиннадцатый вещь, о которой хочется сегодня сказать, которая точно вернулась из 90-х, это спортивные костюмы. Причем именно в том виде, в котором они были популярны когда-то давно. Ну как когда-то? Больше 30 лет назад. Винтажный спортивный стиль имеет свои корни в 1920-х годах, когда спорт начал набирать популярность среди широких масс. В это время появились первые спортивные костюмы, которые отличались своей практичностью и удобством. С течением времени спортивный стиль стал более ярким и экспрессивным. Появились костюмы с логотипами и яркими принтами. В 1980-х годах спортивный стиль стал популярным во всем мире. И в 90-х годах на смену таким ярким костюмам пришли более спокойные и минималистичные модели темно-синих и зеленых цветов. Разнообразия было немного. В настоящее время популярность набирает спортивный стиль, который сочетает в себе элементы тех спортивных костюмов и современных трендов моды. Это, конечно, очень экстравагантно и для смелых, я бы даже сказала, но мода есть мода. Костюмы и отдельные элементы комплекта вернулись и пользуются огромной популярностью. Если вы хотите носить такие костюмы, просто стилизуйте их более простым и понятным способом, с кедами, например, или кроссовками. Если вы не обладаете, конечно, таким тонким чувством в стиле и не тренируете постоянно свою насмотренность, то лучше не рисковать. 12-ю позицию сегодня среди вещей, которые совершили камбэк, я, пожалуй, назову объемные резинки для волос. Точнее, это аксессуар. Изначально резинка для волос, покрытую тканью, использовали гимнастки и фигуристки. У нее даже есть название, называется скранч. Да, они были популярными в 80-х и 90-х годах, когда делали высокие хвосты и собирали его как раз такой большой резинкой. Затем они исчезли, им на смену пришли такие более спокойные, лаконичные и даже невидимые резинки. Кстати, я помню, Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе» сказала, что уместно носить только в ванной такие резинки. Но, как мы знаем, мода не стоит на месте, и вот она снова сделала цикл, и большие тканевые резинки снова на пике популярности. Атласные, бархатные, кожаные, контрастные или в тон сего аутфита, они могут быть абсолютно любыми. Главное, чтобы она была большой и заметной. Тринадцатой вещью я хочу выделить цветные колготки. Еще принцесса Диана в конце 80-х и начале 90-х использовала в своих аутфитах цветные колготки. Но они стали известными гораздо раньше, мне кажется, еще в 60-х, когда было время стиляк. Вот они пошли оттуда, и вот они вернулись. Причем прям совершили триумфальный прорыв. Цветные колготки являются абсолютным трендом сезона 23 и 24. Об этом я подробно говорю в ролике про колготки, а также о том, как и с чем их лучше сочетать. Я прям рекомендую его посмотреть. Здесь мы сейчас подробно на этом останавливаться не будем. Такие колготки могут стать продолжением образа, если он, например, монохромный. Либо могут быть акцентом, таким контрастным, но достаточно уместным пятном среди всего аутфита. Четырнадцатая вещь, которая вернулась и стала супер популярной, это берет. Берет – мягкий головной убор без козырька, который у многих ассоциируется с французской модой, а у некоторых с образами художников. Конечно, появился он гораздо раньше, чем в 70-е, 80-е, 90-е. Еще в 30-е годы он был узнаваемым и популярным предметом гардероба, и великая Коко Шанель предложила носить его немного на бок. Это было более изящно и женственно. С 60-х годов берет стали надевать на затылок. В 70-е годы берет становится вязаным, и часто его можно встретить на хиппи. С тех пор берет больше никогда не выходил из моды, и каждый год он появляется на показах главных дизайнеров. Головной убор может быть шерстяным, атласным, кожаным, вязаным. Для повседневной жизни и для каких-то особых случаев на любой вкус. Это женственный стильный аксессуар, который способен придать особый шарм всему образу, как не сделает этого никакой другой головной убор. Кстати, а вы знали, зачем посередине берета нужен такой вот хвостик? А, все очень просто. За него надо дергать, когда снимаешь шапочку, чтобы не запачкать края головного убора. Также за эту пимпочку можно подвесить берет на прищепку после стирки. Вот такие дела. Итак, мы приблизились к финалу, и последним тоже будут аксессуары. Это максимные украшения. Да, безусловно, они более современные, но они действительно вернулись к нам из прошлого. В них все-таки есть дух 80-х. А 80-е эпоха времени смелых и ярких аксессуаров. Сережек размером с мяч для гольфа, золотых ожерельей, похожих на велосипедные цепи, и слоями бижутерии, плотно окутывающих различные части тела. Все это мы снова видим на показах. Причем они достаточно уместно и стильно смотрятся не только в более торжественных образах, а также круто дополняют и освежают повседневные базовые аутфиты. Мода циклична, а тренды, проходя через годы, возвращаются вновь. И сейчас можно с уверенностью сказать, что 70-е, 80-е и 90-е снова на пике популярности. Моду этих периодов можно охарактеризовать тремя словами. Крупно, ярко, смело. Это был период крайностей во всем. Наверное, поэтому дизайнерам много чего запомнилось из того времени. Они такие вдохновленные, создают свои новые коллекции, опираясь на эпоху того времени. А мы только и видим, что все новое – это хорошо забытое старое. Так, на сегодня у меня все. Спасибо, что оставались со мной до конца. Я очень надеюсь, что мы скоро с вами увидимся. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok